Эта страшная новость взорвала информационное пространство ранним утром 19 октября. В Курагинском районе произошло разрушение технологической дамбы на реке Сейба. Около 6 часов утра вода из технологического водоема золотодобывающей артели, принадлежащей холдингу СИП «Золото», затопила, а точнее стерла с лица земли, волной около 4 метров высотой, два общежития в рабочем поселке. Находящиеся в строениях люди, а это около 80 человек, отдыхали и не были готовы к буйству стихии. Мгновенно к месту трагедии были направлены аварийно-спасательные службы в количестве 10 человек и 3 единиц техники из ближайшего города Артемовска, расположенного в 60 километрах. В готовность была приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов Ми-8, Ми-26 и Сибирского спасательного центра. На тот момент было известно лишь о 6 погибших и 14 пострадавших. Сил и средств достаточно. Развернут, работает оперативный штаб, работает оперативная группа на месте ЧАЭС, работают также все силы и средства РЖЧС, командуют данной ликвидацией чечной ситуации на данный момент губернатором Красноярского края. Съемочная бригада информационной программы ТОН прибыла на место трагедии в районе 2 часов дня. К тому времени число погибших увеличилось до 13 человек. По факту гибели сотрудников прииска уже было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. На месте происшествия работала следственная оперативная группа, а уцелевшие золотодобытчики, до сих пор находясь в состоянии шока, пытались вспомнить и объяснить произошедшее. Я спал, полога струкнула, как будто земное страдание. И посмотрел, там вода вообще много. Я еле-еле двери открыл и вышел. И уезжал оттуда и крикнул, чтобы спасать людей. А вы знаете, где эта дама вообще находится? Далеко отсюда? Буквально вот в той стороне. Не знаю, там их... Короче, получается ряд дам. И вот какой-то одни из них, получается, прорвало. Она шла с самой верхней и закончилась нижней. Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, авиации доставили в столицу края. Остальных экстренно госпитализировали в Курагинскую районную больницу. В Курагинскую больницу на сегодняшний день поступило 9 человек. Все они средней и легкой степени тяжести. Из них 4 человека, 4 пациента были перетранспортированы с инавиацией в Красноярск, в Краевую клиническую больницу. Это самые тяжелые из тех пациентов, которые поступили к нам. В основном это обработка ссадин, ран, царапин. Люди, так сказать, в холодной воде, на бревнах, полуголые. Все это ночью, во время сна. У одного перелома, кисти был. Ну, то есть раны не тяжелые. Проснулся от какого-то непонятного шума, толчка. Сначала подумал, что там может какая-то машина врезалась. Потому что явно был еще тима. Вся проснулся, сначала залез под кровать, рефлексами сработал. Вот он гулял в окно, где-то, по комнате соседей. Смотри, говорит, мы тонем. Просто мы плывем уже. А, наверное, это строение, которое было, оно просто реально плавало, как плод. Мы плавали по всему поселку, получается. Ну, вот и я смотрю в окно, по всему тут бревна, вот эти штольни, грязь. Тем временем на место трагедии в сопровождении руководителя управления МВД России по Красноярскому краю Александра Речивского и краевого прокурора Михаила Савчина прибыл губернатор Александр Ус. Разброс тел может быть очень серьезный, до 9 километров. Вот тела, которые найдены сейчас, удалены от места проживания до 2 километров. Есть большое число тех, кто по-прежнему числится без вести пропавших. Поэтому мы исходим из пессимистичного, к сожалению, сценария, что число погибших будет расти. Важно выяснить причину того, что произошло, коль скоро дамба не была переполнена. Высота дамбы 15 метров по предварительным оценкам. Уровень воды составлял порядка 5 метров. Это означает, что вода, как говорится, пошла низом. Выяснить, соответствовала ли эта работа проектным решениям. Контролировал кто. Соответственно, здесь на месте работают представители Следственного комитета, прокуратуры и других контролирующих органов. О причинах уже говорили. И не между собой, а на уровне руководства Красноярского края. Дамба, построенная профессионалами, не выдержала внезапно выпавших осенью осадков. Сомнительно. Председатель правительства Юрий Лапшин заявил о том, что дамба на Золотом прииске в Курагинском районе была построена незаконно и с нарушением норм. Создание такого сооружения делается обращение о получении санкций на использование водного объекта, чего сделано не было, с последующим изготовлением проекта и по проекту сооружения вот этой дамбы или, так сказать, гидротехнического сооружения, чего тоже сделано не было. В результате чего соответствующие надзорные службы не имели представления о том, что в данном месте произведены такие работы. То есть работа сделана, соответственно, кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм. В результате обильных осадков, которые, как вы понимаете, в центральных и южных районах Ростановского края сейчас происходят, возможно, произошло разрушение. Но еще раз повторяю, окончательную причину установят по результатам технических, соответствующих правовых экспертиз специально уполномоченные органы, Следственный комитет в первую очередь. О том, что в Курагинском районе творится неладное, местная общественность при поддержке экологов сигнализировала неоднократно. Начиная с 2018 года и доказывая свои опасения и существование незаконных дамб предоставлением космоснингов. Некогда чистая речная вода после незаконного строительства, как выяснилось, пяти дамб практически превратилась в сель, которую, как утверждают местные жители, не то что пить, кипятить невозможно. Удивительно, что Федеральный Ростехнадзор работу компании ООО «СИСИМ», входящей в холдинг «СИПЗОЛОТО», на участке, где прошел прорыв дамбы, подтверждает как легальную. Одновременно с этим никто не собирается нести ответственность за отсутствие надлежащего технического контроля, благодаря чему и были воздвигнуты кустарные дамбы. Вопросов больше, чем ответов. Логично, что в холдинге «СИПЗОЛОТО» прошли обыски. Следователи изъяли бухгалтерскую и техническую документацию, а также личные дела работников. Тем временем, за сутки спасатели и пожарные обследовали берег и русло реки Сейба на протяжении 9 километров. Кинологическими расчетами было проверено 2000 квадратных километров площади. На утро 21 октября стало известно о 15 погибших и 16 пострадавших. 5 человек считаются пропавшими без вести. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять все меры по оказанию помощи пострадавшим людям и семьям погибших. Практически мгновенно из сообщения Министерства труда России стало известно о том, что семьям погибших рабочих выплатят компенсации в размере 1 миллиона рублей. Пострадавшие получат страховые выплаты, каждый в индивидуальном размере. Параллельно с этим продвигается и следствие. Были задержаны трое подозреваемых в уголовном деле, возбужденном по факту обрушения дамбы в Курагинском районе. Следователи СК России задержали директора золотодобывающего предприятия ООО СИСИМ, начальника и мастера горного участка этой организации. В ходе допросов и вследствие изучения, изъятой во время обыска в документации, было выявлено нарушение в организации работ золотодобывающей артели. Установлено, что дамба возведена незаконно без каких-либо разрешительных документов для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней дамбы, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения. Горный мастер не имеет специального образования, а начальник участка сообщил следователю, что прекрасно понимал опасность возведения рабочего поселка в зоне затопления. Следствие ходатайствует в суде о заключении подозреваемых под стражу. Роспотребнадзор теперь собирается провести проверку всех участков компании СИСИМ в Красноярском крае. Петух клюнул, причем, к сожалению, смертельно. В понедельник, 21 октября, по распоряжению губернатора УСА объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.